Доброе утро, уважаемые коллеги! Скажите, пожалуйста, как меня слышно? Кто у нас сегодня присутствует? Санкт-Петербург с нами вижу, Югра, Ямал-Ненецкий автономный округ, Котлас, Иркутск, Комсомольск-Намуре, Казань, Брянск, Надым, Благовещенск, Амурская область, Новосибирск, Всем Вивна, Челябинск, Москва, Южный автономный округ, Татарстан, Златоуст, Алакуртия, Липецк, Сыктывкар, Мурманская область, Петрозаводск, Приморский край, Липецк, Кировоград, Приморье, Комсомольск-Намуре, Я вас тоже очень рад видеть, коллеги, доброе утро, Оренбург, Красноярск, в общем, все-все-все, и Свердловская область. Очень рад я вас видеть, мы с вами давно не виделись, в преддверии начала учебного года поздравляю вас с тем, что желаю вам хорошего начала учебного года. Скажите, пожалуйста, а как вы отдохнули, коль мы сегодня говорим о здоровьесберегающих технологиях? И отдыхали ли вы вообще? Пишет, отлично, Евгения. Людмила Зорина пишет, почти отдохнули. Александра, замечательно. Андрею Мартынову не пришлось, очень плохо. Татьяна Николаевна, хорошо. Мария Олеговна, хорошо. Елена Александровна, хорошо, но мало, 56 дней отпуска. Елена, хорошо, пишет. Александр пишет, Байка лучшее место для отдыха. Я бы с удовольствием к вам туда доехал. Так. Кто-то пишет, Андрей Мартынов пишет, следующим летом отдохнем. Ага, продуктивно. Вот, это очень важно, очень важно. Именно отдыхать самим, настраивать на то, чтобы в каникулы, летом учащицы тоже отдохнули, отдохнули хорошо, качественно. И очень важно, чтобы мы, учителя, конечно же, отдыхали летом, поскольку все время работать невозможно, и нужно давать организму отдохнуть. Вот, я тоже уже давно не дал вебинаров, немножко отвык, но, тем не менее, зато появился такой хороший настрой на то, чтобы давать опять максимум возможной информации. Да, отпуск – это всегда классно, как пишет Татьяна, действительно это так. Ну что ж, давайте сегодня поговорим о здоровьесберегающих технологиях в обучении английскому языку, чтобы этот год прожить тихо и спокойно, и чтобы у нас никто много не болел, и мы с вами, что называется, хороший настрой, который, я так чувствую, есть, не потеряли до конца учебного года. Итак, что такое здоровье, и как это связано с технологиями? Здоровье – самая большая драгоценность, которая у нас есть, поскольку если не будет здоровья, то и, собственно говоря, ничего мы с вами сделать не сможем, поскольку мы будем заниматься только тем, чтобы поправлять его. Здоровье – это не только отсутствие болезни, а физическая, социальная, психологическая, педагогическая гармония человека. То есть, физическая, чтобы, конечно же, большая проблема, чтобы не падало зрение в школе. Я вот зрение, как раз, в школе потерял. Социальное, чтобы учащимся, и нам с вами, учителям, было комфортно в социуме школьной среды. Психолога – педагогическая, чтобы ребенку и вам было комфортно работать друг с другом в классе. И гармония человека, в принципе, тоже очень важна. Здоровье, сберегающие технологии, предполагают такое обучение, при котором дети не устают, а продуктивность их работы возрастает. То есть, когда, с одной стороны, мы не переутомляем детей, а с другой стороны, продуктивность у нас именно растет. Как этого добиваться, давайте посмотрим сегодня в течение вебинара. Интересные факты. И Рао провел ряд исследований, и вот какие факты они приводят. 70% времени, а иногда и больше, в бодрствовании, именно того времени, которого ребенок не спит, он проводит в школе. То есть, на нас с вами сваливается 70% жизни ребенка. И это тоже нужно учитывать, что все-таки огромное количество времени и мы, и они проводим в школе. По данным Института возрастной физиологии Рао, 20-40% проблем со здоровьем связаны со школьной средой. То есть, это шум, который бесконечно у нас происходит как во время уроков, так и на переменах. Вот этот гул. Это то, что у нас дети часто начинают сидеть на одних и тех же местах годами, и их не уговорить пересесть. А иногда мы уже и сами не пытаемся этого сделать. И, соответственно, мы смотрим под одним и тем же углом, и зрение падает. И много-много других проблем. Какие школьные факторы риска опять-таки Рао выделяет? Это стрессовая педагогическая тактика, когда мы все время детей приводим в какой-либо стресс своими указаниями, иногда своими оценками. То есть, тут тоже иногда стоит быть поаккуратнее. Да, вот пишет Ирина Владимировна. Со здоровьем учеников сейчас очень большие проблемы. Сплошь аллергии, сколиоз, астма, и с каждым годом все хуже. Про проблемы со зрением уже не говорю. Да, сколиоз. Давайте сейчас тоже немножко отвлекусь на это. Вот вычитал недавно, оказывается, ну, я-то уже давно это делал, по своим ощущениям, что лучше ноутбук ставить на 2-3 книжки, достаточно толстых, для того, чтобы все-таки экран был на уровне глаз, чтобы не было вот этого излишней сутулости. Про аллергии и астму тоже расскажу. Вот работал в двух школах, и в двух школах все время занимался тем, что боролся с уборщицей, чтобы она все-таки убирала кабинет, а не просто возила по нему тряпку. Да, для того, чтобы все-таки как-то количество пыли уменьшилось. Да, это, конечно же, все очень благотворно влияет, если все эти правила выполняются на наше здоровье. Вот, пишет Людмила Зорина, благодарю за закон, поставлю книги. Действительно, очень хорошо помогает, намного дольше можно продуктивно работать, не устает шея, не устает спина. И потом я вычитал, что действительно очень многие врачи советуют делать именно так. Он, кстати, и проветривается, лучше. Вот Ирина Владимировна пишет, а у нас еще недалеко база подводного флота, места северные. У детей много дополнительных факторов действует. Много детей нервных, распыляется внимание, но могут долго заниматься одним видом действительности. Складывается ощущение, что мы учителя в нашем возрасте здоровее учеников. Да, это тоже может быть, и на самом деле с этим можно бороться. Вот спрашивают, а как удавалось уговорить уборщицу? В одном случае уговорами, в другом случае просто бесконечными заявлениями. Честно. Когда уговоры кончились, просто пошли официальные уже бумаги на имя директора, и тогда уже все было восстановлено. Итак, стрессово-педагогическая тактика. Есть такие учителя, которые очень любят давать массу нотаций, указаний, от которых дети боятся до дрожи. Вот это и является фактором риска. Несоответствия методикой технологии обучения в разрастным и функциональным возможностям школьников. Такое очень часто бывает, когда мы, например, ведем урок после старшей школы в начальной и наоборот. Когда просто уже на автопилоте начинаешь маленьким детям объяснять грамматические правила, включая туда много теорий, а не упрощая, собственно говоря, эту информацию. Несоблюдение элементарных физиологических и гигиенических требований к организации учебного процесса. Тоже встречал такого учителя в начальной школе, который не выпускал детей на перемену, но, мол, тогда же они все под моим присмотром, и не открывал окно, поскольку она всегда очень мёрзла. Да, это тоже очень важно, чтобы учащиеся выходили в реакреацию, чтобы класс проветривался, тогда иммунитет будет, и очень много всё-таки будет поборота. Вот пишут, в школах полы бетонные, детей заставляют ходить сменные обуви, ноги у них мёрзнут от этого болезни, к тому же развивается плоскостопие. и это тоже есть школы, в которых, наоборот, жарко, и что тоже накладывают отпечаток, потому что дети приходят в очень лёгкой одежде в школу, в школе, соответственно, очень избыточно потеют, что тоже не есть хорошо. Но это, вот эти факторы не совсем от нас зависят, от нас зависит, откроем мы окно или не откроем в классе, выпустим на перемену или нет, если говорить про начальную школу. Недостаточная грамотность родителей в вопрос сохранения здоровья детей. Ну, это для классных руководителей, что, конечно же, родители нужно направлять на путь всё-таки сохранения здоровья ребёнка, объяснять, что, конечно же, иногда требуется где-то что-то поздно вечером доучивать ребёнка, но напирать на это не стоит, нужно ему всё-таки приводить какой-то нормальный режим работы, бодрствования и сна. Провалы в существующей системе физического воспитания, такие тоже присутствуют, например, очень мало учителей, стойко отстаивают необходимость физкульт-минуток по утрам, либо проведение физкульт-минуток в начальной, пятых, шестых, седьмых классах в средней школе. Да, очень многие пропускают это из желания дать больше информации из-за того, что не успевают дать всё то, что хотели на уроке. Конечно же, хотят из лучших побуждений, но не всегда это есть верно. Вот, тоже пишут, у нас зимой отопление такое, что жара бывает до плюс 30, и дети перегреты на улице выходят, а там минус 35, и на пару недель на больничной. Да, это уже нарушение САНПИНов, но, собственно говоря, это уже вопросы руководства, завхозы, а не наши с вами. Мы с вами можем открывать окно и спасать их этим. Интенсификация учебного процесса, когда мы всё время наращиваем темп, наращиваем количество информации. Есть, например, такое исследование, что у нас с 45-го года в 4 раза уменьшилось количество числов, отводимых на русский язык. Но при этом программа по объёму никак не уменьшилась. Вот представьте, какая нагрузка, насколько нагрузка возросла, соответственно, на учащихся. функциональная неграмотность педагога в вопросах охраны и укрепления здоровья. То, что мы с вами из-за отсутствия времени мало читаем как раз литературы на эту тему и, соответственно, не всегда знаем, как верно укрепить их здоровье либо хотя бы поддержать для того, чтобы оно не падало. Частичное разрушение служб школьного медицинского контроля, когда у нас медсестра присутствует только два дня в школе из пяти. Отсутствие системной работы по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни. Да, но это уже больше два вопроса, на которые мы сложно можем влиять, когда у нас нет целостной системы, когда мы не говорим о здоровье и сбережении именно на всех уроках. Хотя мы на английском с вами об этом говорим, мы это тоже с вами сегодня увидим. Что включает в себя здоровье сберегающие технологии? На самом деле, это не только физкульт-минутки, а огромное количество приемов и факторов, которые помогают нам с вами укрепить здоровье ребенка. Условия обучения ребенка в школе. Это отсутствие стресса, когда мы не вводим детей в излишнюю стрессовую ситуацию. Адекватность требований, когда мы не требуем от них, допустим, выполнения чрезмерного домашнего задания, когда они потом дома 3-4 часа решают только наши задания по английскому языку. Адекватность методик обучения и воспитания. Ну, применяем современные технологии, что применяем их в соответствии с возрастом и так далее. Рациональная организация учебного процесса в соответствии с возрастными индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями. Когда мы учитываем все-таки индивидуальность каждого ребенка, возможно, даем кому-то более-меньшее задание, кому-то, наоборот, побольше, потому что он может их выполнить. То есть, применяем дифференцированное обучение. Соответствии учебной физической нагрузки возрастным возможностям ребенка. Когда мы все-таки не перегружаем детей в соответствии с их возрастом, да, и в третьем классе они у нас не в 45 минут не выполняют какую-то сложную контрольную с переводом с русского языка, допустим. необходимый достаточно иррационально организован двигательный режим, когда мы даем им возможность на перемене все-таки погулять, не задерживаем на переменах, и даем возможность именно подвигаться, да, выпустить накопившуюся энергию, немножко размяться. Может быть, проводим даже какие-то физкульт-минутки именно во время перемен, да, какую-нибудь аэробику. учета особенностей возрастного развития школьников, особенности памяти, мышления, работоспособности, активности и так далее, учащихся данной возрастной группы. То есть, все это нужно учитывать, сколько он может запомнить, как развито его мышление, насколько он работоспособен и активен. Конечно же, нельзя давать такой же темп активности после уроков физкультуры, либо такой же темп на последних уроках, как и на первых. то есть, это все нужно учитывать. Либо, допустим, как у меня было два года, что занятия проходили в субботу, в субботу, конечно же, занятия были более творческие и менее активные, чем в будние дни. Создание благоприятного эмоционально-психологического климата, когда вы именно общаетесь и обучаетесь, а не происходит такой приказной порядок, когда у вас все время шумно в классе. этого не всегда возможно добиться, этого сложно добиться бывает в некоторых случаях, но тем не менее, надо как-то стараться переходить на рельсы благоприятного психологического климата. Итак, давайте посмотрим на примерах, чем нам могут помочь именно учебники, потому что учебники являются огромной опорой в нашей работе и во многом именно настраивают на благоприятный лад. например, happyenglish.ru есть для пятого класса вот такое домашнее задание, где нужно представить себя через 15 лет и написать пять вещей, которые вы можете делать, пять вещей, которые вы могли бы, хотели бы сделать и пять вещей, которые вы не хотели бы вообще когда-либо делать. В чем здесь важность? Материал дается на привычном, понятном материале, то есть мы не говорим о будущем времени, мы говорим если бы да кабыли. В пятом классе они очень часто любят мечтать, поэтому очень хорошо должны выполнить такое задание. В Enjoy English для восьмого класса мы можем встретить такое задание. Это буквально в начале учебного года, в самом первом юните мы, как обычно, хотим поговорить о погоде. Но мы уже столько раз говорили о том, какая погода за окном сейчас, что восьмом классе предлагается выполнить такое задание, обсудить в парах, почему мы так часто говорим о погоде, и придумать какие-то свои идеи. Соответственно, мы уже говорим не о погоде, а о том, как часто мы о ней говорим, и, соответственно, затрагиваем эту лексику. Мария Олеговна спрашивает, а вы как добиваете благоприятной эмоциональной атмосферы. Я добивался личным авторитетом, честно скажу, человеческим общением, старался всегда обращать внимание, допустим, уже когда знаешь учеников, по их выражению лица, там очень часто бывает, болит у ребенка голова. Я его не буду в этот день мучить, я ему скажу, что он может спокойно отсидеться, выполняя только письменные задания. Но говорю, что в следующий раз, конечно же, спрошу. Это очень хорошо их настраивает. Я готов был с ними говорить на языке о тех проблемах, которые их волнуют. Это тоже очень помогает. Ну и, опять-таки, о хитрости не было, какого рода хитрости. У меня была такая хитрость в колледже, когда я работал по субботам, там немножко другая атмосфера. Когда мы в субботу с ними договаривались, что если они хорошо занимаются в 9 утра, в субботу, то, соответственно, мы с ними на 10 минут раньше заканчиваем пару и идем пить кофе в столовую. Это очень хорошо их настраивало на хороший лад. А не придумали ли дети, что что-то болит? Это обычно заметно. У них цвет лица меняется, когда голова болит, поэтому это видно. Если очень часто болит, то, конечно же, уже это не работает. И говоришь им, что слишком часто болит, надо как-то пересилить себя. Возьми с собой из дома какую-то таблетку или выпей ее с утра, если так постоянно болит голова. В общем, конечно же, это человеческое общение, но тем не менее со строгостью, то есть, что если постоянно отсутствуют домашние задания, конечно же, я это уже поощрять не буду. Да, именно человеческое общение. То есть, это все настраивает на нужный лад. Но, я говорю, не всегда это получается. То есть, опять-таки, в колледже мы немножко по-другому работали, когда у меня была такая возможность работать и в школе, и в колледже. То есть, было две группы, две подгруппы. Я и еще одна преподавательница в них работали. И, ну, не достигли мы нужного, да, с коллегой вот в этих подгруппах эмоционально-психологического контакта, да, когда вот именно идет работа максимально продуктивна. Через настоящие полгода мы просто поменялись этими подгруппами и нашли, что так стало намного лучше и всем все понравилось. Нет, чрезмерная доброта, конечно же, вредит учебному процессу. Тут нужна строгость и справедливость. И я не говорю о доброте, я говорю о том, что они должны понимать, что вы их понимаете. Вот, как-то так. Может, если вспомнил, еще что-то напишу. Андрей Мартынов пишет, иногда дети приходят звенченные с другого урока. Успокоить получается только, если рассказать им короткую интересную историю. Мои обожают слушать, сразу успокаиваются. Да, например, вот так. Кстати, а поделитесь своими приемами того, как вы настраиваете на психологически правильную, на эмоционально верную атмосферу на уроке. С удовольствием это зачитаю. А у меня было, что просили проболтать урок. Нужно сказать, тут нужно поступить так. Пишет, но я не велась. Да, конечно же, вестись на такое не стоит, это такая уловка, ее в институте очень многие применяют. Нужно сказать о том, что вот если мы хорошо позанимаемся, то минут 5-7 мы можем в конце урока, особенно если это шестое, уже седьмой урок, то мы можем, конечно же, пообщаться. Пословицами настраиваемся на работу, почему бы и нет. Да, у многих интересный, кстати, прием. Вот, если заготовиться пословицами, то можно. Да, если все успеет, пообщаемся, действительно, песенками, да, мы сегодня поговорим с вами и о песнях в happyenglish.ru их огромное количество. Разгадать ребус как тема урока, отлично. Шутки, анекдоты. Ой, это вообще очень хорошо работает. Шутки, анекдоты, это замечательно. Почему бы и нет. Действительно, это работает. Вообще, нужно показать, что мы с вами все-таки тоже люди, а не какие-то роботы. Тогда они будут настроены на нас. Скороговорки. Почему бы и нет, да, есть очень много шутливых скороговорок. Так. И иногда специально готовлю историю. Начинаю на русском, потом перехожу на английский. И работаем с текстом презентации, затем вопросы-ответы. Вот Хинеси очень силен в анекдотах, скорее ближе к историям. Как-то находил в Ютубе видео, именно, где рассказываются анекдоты на английском языке. И просил перевести, либо смотрел, кто их поймет. очень захватывало, поверьте. И даже в субботний день очень захватывало, все с удовольствием смотрели, пытались перевести и дойти до того, что же там было, о чем там говорилось. разыгрываем короткие сценки. Почему для него и нет? Зарядочки. Да, тоже можно. Физзарядка 1-2 минуты стихи на английском языке. Супер. Ученики, по крайней мере, мои, пишет Людмила Зорина, очень любили, когда я рассказывал истории, приводил примеры с моей практики жизненные. Да, жизненные истории тоже очень, ему тоже очень нравится, очень многим не хватает общения с родителями, и поэтому такие истории им очень и очень помогают. Пословицами или конкретными примерами жизни? Например, как и где им пригодится знание английского языка в жизни? Да, это тоже очень хорошо помогает, можно еще и видео вставить, где, допустим, наши известные люди очень плохо говорят по-английски. Да, я сейчас скажу, все сразу вспомнят. I speak from My Heart. Помните, кто это сказал? Очень хороший пример того, почему нужно учить английский язык. Да, конечно же, это он. Любит танцевать под ритмичную музыку, да, особенно с младшими школьниками это хорошо работает. На экране ввожу презентацию с текстами, танцуют и поют особенно малыши 4-5 класс. Да, конечно же, это очень хорошо работает. Ну что же, давайте посмотрим на следующий пример. Я думаю, вы очень много найдете тех приемов, которые используются, и в учебниках мы сегодня с вами их покажем. Вот, пожалуйста, можно прочитать песенку, которую можно еще и послушать, а потом послушать, как ее читает Мартин и повторить за ним. Людмила Зорина пишет еще один пример, как можно плохо говорить по-английски. Да, вот, пожалуйста, еще один пример того, как можно работать, да, то есть, можно работать с песенками в happyenglish.ru, их очень и очень много, и они все на материале той лексики, которая изучается в данный момент. Какие основные принципы предлагают ученые, занимающиеся здоровьезоберегающими технологиями, заложить в свою работу? Первый принцип – не навреди. Все применяемые методы, приемы, используемые средства должны быть обоснованы, проверены на практике, не носящими вреда здоровью ученика и учителя. Да, то есть, это должно быть комфортно как и для нас, так и для них, потому что, конечно же, весь урок говорить учителю очень сложно и не нужно, потому что тогда мы остаемся без голоса. Точно так же и мы с вами не можем простоять весь урок перед ними и проходить по всему классу, то есть, нужно и вставать, и садиться. Ну, точно так же им, то есть, они не должны все время сидеть, в какой-то момент они должны встать, какой-то сесть. Это очень в средней, старшей школе обычно и сам этим грешил, когда у нас ученики не вставали, для ответа, потому что, ну, вроде как-то это уже не актуально. Ну, а с другой стороны, нужно уже придумать какие-то такие методы, чтобы была у них возможность именно стоя, именно чтобы это было необходимо отвечать на какие-то вопросы. Например, знаменитый врач Бакерия, я был очень удивлен, он говорит, что очень много работает, показывал в свой юбилей за пипитром дома, то есть, он работает стоя, пишет именно, говорит, что так намного полезнее. Ну, и учитывая, как он замечательно выглядит, можно сделать вывод, что действительно это работает. Приоритет заботы о здоровье учителя, учащегося. Все используемое должно быть оценено с позиции влияния на психофизиологическое состояние участников образовательного процесса. То есть, именно приоритет на здоровье как наш, так и учащихся. Непрерывность и преемственность работа ведется не от случая к случаю, а каждый день и в каждом уроке. То есть, если начали проводить физкульт-минутки по утрам на первом уроке, то за пять минут до начала урока, то нужно проводить их до конца, просто придумывая различные варианты этих физкульт-минуток. Основные принципы еще какие существуют. Соответствие содержания организации обучения возрастным особенностям учащихся, объем учебной нагрузки, сложность материала должны соответствовать возрасту учащихся. Мы об этом сегодня с вами все время говорим, чтобы это все было и посмотрим с вами на примерах. Комплексный междисциплинарный подход единственное в действиях педагогов. То есть, если один педагог что-то делает, а другой не делает, какие-то такие, ну, опять-таки, как эти физкульт-минутки по утрам, то это очень и очень сложно, потому что один в поле не воин в данном случае абсолютно. Хотя что-то тоже можно изменить. То есть, тут важно, чтобы весь все педагогическое сообщество школы работало в одной струде. Можно вариант какой-нибудь физкульт-минутки, но есть банальные head and shoulders, needs and talks. Есть примеры, как мы показывали hands up, hands down из дошкольников с 12 шагов к английскому языку. Есть еще ряд примеров у нас именно в учебниках. Сегодня я просто не акцентировал на этом внимание, поскольку физкульт-минутка не самое главное в здоровье сбережения. Можно учить стихи с движениями, правильно пишут. Кстати, коллеги, вы с удовольствием делитесь примерами, зачитаю, почему бы и нет, раз есть такой вопрос. Можно в принципе просто встать и спеть песню. Можно посмотреть, есть замечательный прием, когда вы говорите им выполнить какое-то действие. Отрабатывайте, допустим, посмотри прямо, посмотри налево, посмотри направо на английском языке. С одной стороны, вы проверяете, что они знают, с другой стороны, это и есть физкульт-минутка. Можно предложить им указать, называйте приметы на английском языке в классе, а им нужно на них показать. Встать и показать. Соответственно, они будут поворачиваться, оглядываться, и это тоже будет разгрузка и глаз, и активное движение. при изучении движений мы выполняли их. Дети от этого без ума. Да, действительно, очень хороший способ, можно уже не давать контрольную, а проверять их так. Run, swim можно показать. То есть, допустим, если run, бежим на вести, если swim, показываем как пантомиму. Очень хороший прием, компенсаторные умения развиваются параллельно, поэтому, почему бы и нет. Вот, пишут, что мы показывали. Успех порождает успех. Акцент делается только на хорошее, в любом поступке действий сначала выделяют положительное, только потом отмечают недостатки. Да, иногда даже самые слабые ученики могут в какой-то неожиданный момент, в который всем покажется сложной ситуации, находить именно верное решение, давать правильный ответ, и это нужно, конечно же, отмечать. Да, есть, конечно, очень слабые ученики, которых сложно в чем-то поощрить и отметить, но нужно создавать ситуацию успеху, чтобы все-таки дать ему какой-то опору и мостик для выполнения дальнейших заданий. Активность. Активное включение, как любой процесс, снижает риск переутомления. Да, то есть, когда мы меняем какие-то виды деятельности, спассивных, на активные, то это снижает риск переутомления. Очень часто бывает, когда мы активно работаем, то целый день проходит на заряде бодрствования, когда мы не делаем какую-то монотонную работу, а вечером мы совершенно спокойно можем переключиться на другую активность, активно отдохнуть и помнить об этом недолго и долго. Есть замечательные примеры для четвертого класса, как можно совмещать активные и пассивные виды деятельности, где сначала нужно сделать поделку с замечательной гусеницей, выполнить действия, все действия написаны на английском языке, соответственно, в этом нужно разобраться. Кто-то у кого-то заработает компенсатурное умение, будет ориентироваться на картинку, почему бы и нет для четвертого класса, этому тоже нужно учить, а затем, что самое для нас является главным, им нужно разыграть диалог и поговорить о том, как выглядят их гусеницы, соответственно, мы учимся уже действуем описание, учимся общаться в диалоге, и, соответственно, и действия меняются с активных на более пассивные, меняются плоскости работы, когда с одной стороны мы работаем за столом, с другой стороны мы встаем, и, соответственно, у нас с вами применяются здоровоизберегающие технологии не в ущерб изучению английского языка. Очень много песен, и мы будем с вами говорить в курсе happyenglish.ru, и вы их можете использовать, мы с вами одну из них сегодня даже послушаем. Снятие эмоционального напряжения. Применяются игровые методы, социокультурные аспекты, включенные в урок, вот, допустим, мне и в институте, в школе всегда очень нравилось, когда мы говорили об исторических или каких-то культурологических фактах на английском языке. Интерактивные технологии тоже применяются, мы с вами посмотрим некоторые примеры. Давайте для начала посмотрим. Можно поиграть в игру, допустим, во втором классе нужно поиграть вдвоем, один из вас должен указать место, а другой угадать, что находится на этом месте. И дается пример. Да, так мы учим лексику, но в игровой форме, что более привычно и приятно для второклассников. Также очень хорошо затронут, например, happyenglish.ru социокультурный аспект, очень много дается примеров из истории. Например, в третьем классе прочитай историю традиционного английского чаепития, ответь на вопросы. Да, то есть, дается история, нужно ответить на какие-то вопросы, соответственно, идет переключение, дети уже больше интересуются конспектом и параллельно все-таки изучают английский язык, что тоже важно. И именно социокультурный аспект очень важно развивать, и мы на английском языке можем очень помочь как учащимся, так и другим учителям-предметникам в этом вопросе. Также социокультурный аспект, как я говорил, в happyenglish.ru например, в пятом классе дается песня баллада о Стоунхендже. И, соответственно, с одной стороны мы развиваем социокультурный аспект, с другой стороны мы поем песенку, мы говорим потом о ней и затрагиваем все возможные здорово-заберегающие технологии. также иногда полезно переходить именно на пособие, поскольку для учащихся смена учебника на пособие является тоже сменой вида деятельности, как и для младших, так и для старших школьников. И, например, можно затронуть пособие Урал, где мы говорим о истории Урала, о его географическом положении. У меня была возможность в течение трех месяцев преподавать уроки географии в нескольких классах, но не по учителю географии. Вы не представляете, как я ужаснулся, когда у нас выяснилось, что в Калининграде добывают дворян, а не янтарь, и понятие маятниковой миграции объяснить приходилось по три или четыре раза. И, поверьте, у нас очень многие ученики, не зная, что происходит за Уралом, что происходит наоборот в центральной России. И, конечно же, имеет смысл об этом поговорить, почему бы об этом не поговорить на иностранном языке. Те, кто живут на Уралу, наоборот, познакомятся, например, в данном пособии о том, как можно красиво рассказывать в своем родном крае именно на английском языке. Да, вот пишут, детям очень интересные тексты, связанные с историей. Как мы видим, дается, например, и список слов, которые будут необходимы. Можно их познакомить, что Урал, как мы видим на фотографиях, имеет богатую историю искусства, и во многих ремеслах обгоняет многие другие регионы и так далее. Есть еще один замечательный принцип охраны здоровья и пропаганды здорового образа жизни. У нас сейчас и государственная политика на это направлена, и мы с вами тоже в этом можем помочь. У нас очень много заданий, которые рассказывают и тем о здоровом образе жизни. Как показывают исследования, наиболее опасным фактором для здоровья человека является образ жизни. Следовательно, если научить человека со школьных лет ответственно относиться к своему здоровью, то в будущем у него больше шансов жить не болея. Давайте посмотрим, как это работает. Например, в Enjoy English для 11 класса мы можем встретить вот такой пример, где нужно в группах по 3-4 человека обсудить факторы здорового образа жизни, выполнив задание. Особенно обращая внимание на такие аспекты, как еда, ежедневные привычки, стиль жизни и так далее. Также при виде здорового образа жизни можно найти в happyenglish.ru очень много тем это застрагивает. Например, в 7 классе мы можем с вами встретить тему, где говорится о том, какие виды спорта, в каких видах спорта можно поучаствовать, какие виды спорта именно развиты в англоговорящих странах, допустим, в Америке, в Англии. Можно дальше продолжить разговор о том, что же больше радует всех у нас, допустим, у нас все-таки не скейтбординг, а хоккей, и, соответственно, навести их на мысль о том, что почему бы после школы не поиграть им в хоккей. Когда я работал в доп. образовании, у нас директор очень любил всех вывести на хоккейную площадку зимой во время обеденного перерыва и поиграть всем коллективам в эту замечательную игру. Комплексное использование личностно ориентированного подхода в обучении, создание положительного национального настроя на работу всех учеников в ходе урока. Мы сегодня с вами затрагивали эту тему. Давайте еще и посмотрим на примерах сейчас. Использование проблемных творческих заданий тоже очень хорошо работает. Стимулирование учеников к выбору и самостоятельному использованию разных способов выполнения заданий. Для этого у нас работают проекты, творческие задания, применение заданий, позволяющих ученику самому выбирать тип, вид, форму, материал, словесную, графическую, условно-символическую. И все это реализуется у нас в творческих заданиях. И также не забывать про рефлексию, чтобы они понимали, что и зачем у нас происходит. Это тоже включает в здоровье сбережения, в здоровье сберегающие технологии. Итак, давайте посмотрим. В NewMillian English для восьмого класса мы можем встретить вот такие замечательные задания. Допустим, play the time-trial game. Sit comfortably in your chair, close your eyes and relax. Imagine yourself in 10 years' time. Silently answer the questions the teacher will ask you. Учитель задает какие-то вопросы, которые будут именно актуальны в данном случае. Затем, open your eyes, now you are back in class. Talk to the person sitting next to you and say what you have seen. Так можно поговорить о будущем времени, о прошедшем времени и, соответственно, настроиться на комфортный лад, поскольку задание подается в такой неожиданной форме, но достаточно удобной. HappyEnglish.ru для шестого класса можно найти вот такую замечательную песню «In 10 years», где тоже говорится о будущем времени, который можно послушать, ее можно пропеть и, соответственно, очень хорошо отработать навыки умения обращения с грамматическими формами в будущем времени. Елена Александровна пишет «Используй проектную деятельность». Конечно же, у нас для этого очень много проектов заложено в учебниках, и мы тоже сегодня с вами встретим и такие примеры. HappyEnglish.ru для третьего класса. Можно найти вот такой замечательный пример. Нарисуй несколько инопланетян. В классе опиши их соседу по партиям. Твой сосед должен будет нарисовать их по твоему описанию. Замечательное творческое задание, где меняются виды деятельности и применяется английский язык. Либо подготовь вопрос о членах семьи твоего друга. Возьми за образец вопрос из упражнения четвертого, где нужно подумать, что, соответственно, больше подходит и как это все работает. happyenglish.ru для восьмого класса мы можем встретить вот такие замечательные упражнения. Здесь в первую очередь затронут развитие критического мышления, но нас интересует в данном случае последнее упражнение, то есть, в шестом упражнении мы с вами говорим о мифах, которые существуют, о России, тоже хорошо работает на эмоциональном настрой. затем мы слушаем мнение других учащихся в седьмом классе англоговорящих, которые либо опровергают, либо подтверждают эти мифы, а вот во всем упражнении мы делаем то, что обычно говорят, что мы не делаем. Это рефлексия, то есть, это уже заложено в самоупражнении, в самом учебнике, где говорится о том, что вы думаете о этих мифах, верите ли вы в них. Постарайтесь подумать о фактах, которые меняют вот это популярное мнение. Не забывайте о фразах, которые нужно использовать. Здесь упражнение направляет нас именно на рефлексию. А сейчас давайте немножко для разрядки и здоровья и забережения нашего с вами посмотрим на интерактивные технологии, которые мы можем применять, которые заложены в учебнике. И посмотрим на первый пример из учебника happyenglish.ru сейчас постараемся, чтобы оно у всех было видно. Скажите, пожалуйста, картинка загрузилась у всех с учебником? Так, загрузилась. Ну что ж, давайте посмотрим, как мы можем в урок гармонично вводить здоровьесберегающие технологии. В данном случае нам нужно ставить фразы в нужном порядке. Это пример из девятого класса happyenglish.ru Если у кого-то не появилось, я надеюсь, что через секунду появится. В данном случае отрабатывается умение правильно расставлять абзацы в письме. Еще и хорошо работает на игре. Да, и в конце появляется ролик, если все правильно расставлено, что тоже хорошо разгружает эмоциональную нагрузку. Теперь давайте посмотрим, например, из учебника Миле для четвертого класса. Еще один замечательный пример того, как можно работать с электронными приложениями. Да, это пример из электронных приложений. Это обучающие компьютерные программы, которые вы можете найти у нас в интернет-магазине. Давайте посмотрим, например, из Миле для четвертого класса. В данном случае нужно соединить вопросы и ответы. Помогает нам потом долго в рабочих тетрадях не искать правильные ответы среди паутины учащихся, поскольку все наглядно. Хорошо разряжает обстановку, когда они переводят взгляд от учебника на проектор либо на электронную доску. Если все верно, то дается вот такой мультик. В данном случае показано, как можно сделать поделку в виде вот такого кита. Итак, давайте теперь посмотрим на пример из Enjoy English для 5-го класса, где соответственно мы с вами можем увидеть еще один замечательный пример. В данном случае нужно составить правильно диалог между двумя учениками. Татьяна Евгеньевна пишет, мне нравится. Да, очень многим у нас нравится. Демо-версии можно посмотреть у нас на English сейчас.ru в разделе интерактив. Вон доступ абсолютно бесплатно. По четвертям выкладываются упражнения. Как мы видим, здесь ряд идет диалогов, таких мини-диалогов. один строк вариантов ответа. Если все верно, то соответственно дается у нас с вами такой вот ролик, в данном случае с Шерлоком Холмсом в подарок. Да, и как пишет Алена Евгеньевна, теперь можно приобретать обучающую компьютерную программу с электронной доставкой буквально в течение нескольких секунд. Ну, и опять-таки пользоваться разделом интерактив бесплатным у нас на сайте. А теперь давайте посмотрим пример из Business English, как и из дополнительного пособия. Эта книга вообще вся интерактивная. Давайте посмотрим на один из примеров. То есть, это электронный учебник, наше представление о том, как может выглядеть электронный учебник. Давайте посмотрим на одно из упражнений. То есть, мы долистали до нужной страницы, выбрали это упражнение. В данном случае нам нужно вставить слова так, чтобы выучили правильное словосочетание со словом Team. Татьяна Евгеньевна пишет. Хочу сказать, что при помощи такой программы у меня только вторые и четвертые классы детки стали легко справляться с заданием на аудирование. Я думаю, что в данном случае, поскольку Business English рассчитан на 10-11 классы, то очень многое будет именно запомнено и выучено при помощи вот такого электронного учебника. Давайте посмотрим на еще одно упражнение из учебника Business English for Young Adults. Опять-таки отлистали на нужную страницу, в данном случае нужно собрать слово словосочетание. По этому учебнику очень интересно работать и в колледже, и в техникуме, и просто с молодыми учащимися, и со всеми теми, кто даже в взрослом возрасте хочет выучить основы делового английского языка. В данном случае нужно собрать словосочетание, соответственно, они все выстраиваются, нету никаких паутин. Если все верно, то все загораются синим цветом. Ну что ж, немножко передохнули, давайте посмотрим дальше. Сменили вид деятельности, я надеюсь, что вам это понравилось. Посмотрим на следующий пример, и давайте посмотрим на такие уже более практические принципы. Конечно же, физкульт-минутки и динамические паузы снимают напряжение общей моторики. Вот пишут понравилось, мы с вами сняли напряжение, да, это такая была своего рода динамическая пауза. Смена видов деятельности как мы с вами говорили, да, разнообразие заданий, читаю, слушаю, говорю, думаю, рассуждаю, пишу и так далее, направленных на поддержание интереса и снятие повышенной утомляемости. То есть, не стоит, конечно же, весь урок, кроме, если это неконтрольная работа, писать, писать и только писать. Игра и игровые моменты, преобладающие формы деятельности у младших школьников, через которые ребенок познает мир, учится анализировать, общаться и сравнивать. На самом деле, у старших школьников ролевые игры, дискуссия, тоже будет формой игры и хорошо будет работать. Оптимальный темп ведения урока, когда мы с вами не гоним лошадей до бесконечности, да, как говорится, если даже, сколько у нас примеров из сказок, из повествования, что тех же лошадей, если их долго-долго гнать, то вот рано или поздно они просто упадут. Да, вот давайте, собственно говоря, с детьми именно работать так, чтобы это был оптимальный темп ведения урока. В New Millennium English можно найти в девятом классе вот такой интересный пример о том, как снять эмоциональное напряжение. Поговорить, кстати, и о привитии здорового образа жизни. нужно придумать какие-то сумасшедшие непонятные виды работ. Допустим, софа-теста, где вид работы предполагает тестирование различных диванов. Можно тут же вспомнить про Обломова и эту замечательную книгу. Сразу будет хороший настрой, очень можно хорошо об этом поговорить на английском языке, ввести какую-то новую лексику через данное упражнение и, соответственно, выполнить учебные задачи. В happyenglish.ru для девятого класса можно найти вот такой пример, где нужно поработать в группах, обсудить следующее. Что вы думаете об успехе и славе, гарантируют ли они счастье, хотели ли быть знаменитым, и нужно рассказать об этом всему классу. Очень хорошо вводят у нас говорение в урок, стимулируют к говорению учащихся, и, соответственно, отдыхают глаза, поскольку не нужно все время смотреть в учебник. Юлия пишет, а мы ярмарку вакансий проходили на эти профессии, мы проводили ярмарку вакансий на эти профессии. Да, почему бы и нет, очень хорошо, весело и занимательно, и самое главное, что это фактически в учебно-речевой ситуации вводит английский язык, то есть преоближает общение к реалистичному. В happyenglish.ru для пятого класса можно найти вот такому, вот, пишет Юлия, чего только не придумали, повеселись, каждому профессия нашлась. Почему бы и нет? Собственно говоря, обломовая профессия тоже у нас уже указана. В happyenglish.ru для пятого класса можно найти вот такой замечательный пример, где нужно поговорить о том, что следует, какие ингредиенты стоит вкладывать в пиццу, в какие они стоят, нужно ли там сахар, где вводится местоимение much, many, a lot of. То есть, на таком ярком жизненном примере можно ввести вот эти замечательные слова, которые нам очень необходимы. Кстати, многие вспомнят, вообще узнают, что есть такое произведение, каково, поможем своим коллегам по литературе. Можно перейти на другое пособие. Да, как я говорил, смена учебника на пособие тоже иногда бывает полезной, поскольку это для них меняет вид деятельности. И поговорить о Санкт-Петербурге. Например, вот в таком задании, где нужно провести такую ролевую игру, где нужно взять интервью на ТВ-шоу. Да, нужно выбрать какую-то из ролей, соответственно, подготовиться, и уже как следует выступить. Очень хорошее задание, очень интересное, вводит учебно-речевую ситуацию в жизнь, оберегает здоровье, потому что мы отвлекаемся от учебника. С другой стороны, мы говорим на живом английском языке, что тоже очень полезно. То есть, достигаются все цели. Как социокультурный аспект, можно поиграть с ними, вспомнить о том, в какие годы Санкт-Петербург назывался, какими названиями, а то обычно, кроме Ленинграда, других названий не знают. Например, то, что Петроградом он был назван в 2014 году, появилась новая мода, чтобы это было все русскоязычно, а уже в 2024-м поменял свое название на Ленинград, и только в 1991-м вернулся к историческому названию. То есть, опять-таки, такую важную информацию можно передать им через английский язык, и это будет тоже сменой видов деятельности. Какие еще практические принципы можно указать? Подача материала наиболее доступным, рациональным способом предполагает воздействие на все каналы. Нестандартное размещение ученических рабочих мест в классе. Об этом, например, вчера говорил министр образования Поковской области, что нужно стараться в классе расставлять парты нелинейные, например, в полукруг. И, опять-таки, очень важны рациональные способы подачи материала, и мы с вами уже очень много примеров на это видели, еще увидим. Чередование горизонтальных работ за столом и вертикальных рабочих плоскостей, когда мы меняем задание, когда им нужно все-таки вставать, выходить к доске, либо с места стоя что-то делать, и, соответственно, меняется посадка, и все-таки здоровьесберегающие технологии применяются. Использование разнообразных систем опроса. Да, это может быть не фронтальный опрос, это может быть опрос, когда мы их разбиваем по группе, и так далее. Приведите пример продуктивного введения лексики. Мы сегодня с вами говорим о здоровьесберегающих технологиях, но я думаю, что мы еще проведем вебинар о том, как нужно вводить лексику, и тогда я вам с удовольствием на него отвечу. Музыкальное сопровождение. Да, когда мы с вами все-таки используем песни, кстати, песни один из хороших, интересных способов введения продуктивного лексики. Когда? Я думаю, что в ближайшие месяцы. Сформируем тему, поскольку мы о лексике говорили с вами, и, соответственно, мы уже поговорим о лексике. я пробовал размещать, пишет Анна, партия нестандартная. Детям не понравилось, переставил как обычно. Да, такое тоже может быть, но опять-таки тут нужно исходить уже из индивидуальных особенностей ваших групп. Групповой метод обучения. Мы об этом с вами говорили на вебинаре об обучении в больших группах, где мы с вами различными способами объединяем детей в малые группы, и, соответственно, работаем с ними. Наталья пишет, а мне очень понравилось, когда переставили партию. У некоторых кабинет не позволяет их расставить широко, потому что он достаточно мал. У кого-то, наоборот, позволяет. Кому-то нравится, кому-то нет, но попробовать стоит. Можно, кстати, какие-то задания, если говорить о рациональной подаче материала, допустим, подготовку в ЕГЭ, подать на материале пособие Москва, где дается вот такое задание, которое является форматом ОГЭ, но, с другой стороны, дается на достаточно интересном материале. Да, где-то не разрешает администрация, это тоже может быть. У СЭС главная претензия, чтобы дети доску видели прямо, а не в полоборота. Других у них обычно претензий нет. Да, в данном случае мы подаем материал на красочных таких пособий и готовим уже к итоговой аттестации, но на материале таком более интересном и привычном для них. Happy English.ru для третьего класса мы можем встретить вот такой замечательный пример, где дается песня Family Rap, обычно очень всем нравится. Я думаю, что если нам техника сегодня позволит, мы ее вам поставим в конце вебинара, к сожалению, говорят, что нет, на вечернем точно поставим, но мы ставили на вебинарах, очень часто были примеры, когда неучащиеся учителя говорили, что даже дети прибегают, те, кто есть в квартире. Обычно всем очень хорошо нравится, и так мы можем научить, кстати, это будет введением лексики, куль затронут этот вопрос, потому что все слова, которые новые, они здесь подчеркнуты, допустим, family, father, mother, brother, sister и так далее. Через песню очень хорошо вводим новые слова. Да, пишут, мы ее уже слышали, поэтому ничего страшного, если мы ее сегодня не услышим, но вечером те, кто будет, я обязательно ее поставлю для эмоциональной разгрузки и, собственно говоря, смену видов деятельности. Подача материала доступным способом, можно дать на примере happyenglish.ru для шестого класса, где, например, нужно поучаствовать в магической лотерее, написать предсказания, положить их в шляпу или кепку и затем зачитать, уже вытаскивая из этой шляпы или кепки и поговорить о том, что вы думаете о этих предсказаниях. Кстати, когда мы говорим о том, что вы думаете о чем-либо, это будет, опять-таки, рефлексия, которую мы проводим раз за разом на уроках, что тоже является здоровьезберегающей технологией. В happyenglish.ru для 11 класса можно поиграть, вот пишет Наталья, им это очень нравится, как-то девочка даже печенье с предсказанием принесла, почему бы и нет, очень интересно и очень хорошо работает. Happyenglish.ru для 11 класса мы можем встретить вот такую ролевую игру, где нужно организовать пример общения ательера с гостем, что тоже очень хорошо меняет, соответственно, плоскость общения, да, им уже можно их вывести к доске, делать это не за партой, отвлекать других учащихся, потому что им нужно посмотреть, как их одноклассники работают с этим заданием, потом самим поучаствовать, и, соответственно, мы их отвлекаем от тетрадок, учебников, разгружаем их глаза и общаемся на английском языке в учебно-речевой ситуации, что очень приближает общение к реальному. Не милейм и миш для 8 класса можем увидеть еще один пример интересный, где нужно подготовить такую веселую, короткую веселую историю. Сразу идет настрой, что, коль историю нужно сделать веселую, то нужно, как сказать, постараться. И нужно обязательно использовать слова, которые у нас присутствуют в рамочке. Это очень хорошо напоминает один из приемов, сейчас настроили меня на лексику, когда из новых слов нужно выстроить какой-то рассказ. Поверьте, очень хорошо запоминают новые слова, используя, кстати, максимальное количество этих новых слов. У кого больше, тот и выиграл. Можно вот, на примере этого упражнения, именно такую мини-олимпиаду, мини-конкурс провести. У некоторых иногда очень интересно и получается. Собственно говоря, по сегодняшнему вебинару про здоровье и сберегающие технологии у меня все, но хочется обратить ваше внимание еще на несколько моментов, прежде чем перейдем к вашим вопросам, на которые я с удовольствием отвечу. По замечательным учебникам, которые я вам сегодня в том числе и показал, happyinj.ru, в 2015-2016 году у нас идет онлайн-апробация, что самое главное, особенно в ситуации нынешних экономических реалий с предоставлением бесплатных учебников. Условия апробации вы можете найти на посылке, на форуме, которая указана здесь. Пока открыт слайд, можно нажав control и мышкой посылки перейти туда и потом посмотреть. Что дает апробация? Апробация дает, например, общение с авторами, максимальное общение с методистами, то есть нами, и очень много другого интересного посмотрите, пожалуйста, в условиях. Я думаю, что многим понравится. Мы же с удовольствием прочитаем то, что у вас получилось, ваши отзывы, всем будет очень интересно. Также у нас проходят конкурсы в разделе EnglishTicher.ru под названием конкурсы, где мы можем в данный момент найти замечательный конкурс «Лучшая методическая разработка 2015». В том году было очень много работ. В этом году тоже очень интересные призы и подарки. Пожалуйста, посмотрите, и вы будете приятно удивлены. Так, Татьяна Евгеньевна, напишите на connect собака EnglishTicher.ru не все зависит от нас, еще многое зависит от почты, и вам помогут, конечно, сертификаты у вас будут. Конечно, без сертификата никто не останется. Также у нас проходят конкурсы в социальных сетях, в которых мы теперь присутствуем. Например, ВКонтакте вы нас можете найти, набрав издательство «Титул» в Яндексе, четвертая или пятая ссылка будет в Фейсбук и ВКонтакте. Вот, например, у нас проходил конкурс «Котофото», в котором разыгралась огромная борьба, и, собственно говоря, были найдены победители. Было прислано больше 20 фотографий в обе социальные сети, что было очень интересно. Либо у нас проходил конкурс на Лимерике, тоже не так давно, где тоже разыгралась очень интересная борьба, и, с одной стороны, с другой стороны, были прислано очень много интересных Лимериков, которые можно использовать в своей работе. Вот так мы выглядели, например, в Фейсбуке. Итак, всю нашу литературу вы можете найти в интернет-магазине издательства «Титул», поддержкой дополнительных учебных пособий издательства на форуме englishteachers.ru. Сейчас я готов ответить на ваши вопросы с огромным-огромным удовольствием. Надеюсь, что вам сегодня понравился наш вебинар, и многое, о чем мы с вами говорили, вы будете применять в новом учебном году. И, конечно же, я вам желаю этот учебный год пройти легко и с удовольствием, поменьше сложных ситуаций, побольше победителей различных олимпиад и хороших результатов на ОГЭ и ЕГЭ. Александр пишет, обязательно будем применять. Так, есть ли олимпиады онлайн? Есть очень хорошее пособие по всероссийским олимпиадам. Хотелось прослушать прошедшие вебинары, но нет звука. Что делать? Нужно зайти на форум englishteachers.ru и зайти в раздел семинары и вебинары. Там есть видеозаписи и презентации всех прошедших вебинаров. Этот вебинар будет выложен завтра. Очень актуальная тема. Спасибо, очень рад стараться. Вы можете предлагать свои темы в разделе семинары и вебинары. Мы их с удовольствием подготовим. Хочется иметь не онлайн вебинары, а чтобы они были в записи. Технически, к сожалению, это сложновато. Так, видимо, какое пособие. Пособие называется «Всероссийские олимпиады». К английскому языку автор Калина Степановна Махмурян. Можно их найти в интернет-магазине. Спасибо большое за хорошие отзывы. Все актуально и полезно. Хорошо, раз вопросов нет, с удовольствием еще прочитаю потом то, что сейчас уже будет вне эфира. Спасибо большое за вебинар. Сейчас будет выложен, конечно же, код, поскольку вопросов нет. и желаю вам опять-таки хорошего настроя на будущий учебный год. Сейчас появился слайд, как получить вебинары. Выкладываем код для скачки сертификата. Надеюсь, у всех все получится. Всего доброго. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч.